Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первый видео авторынок и сегодня в нашем сравнительном обзоре. Здесь тоже далеко не кабина самолета, ничего и нигде не давит. Вы спокойно можете отказать в перевозке родственникам. Интерьерный пластик по своей мягкости соперничает с бетоном. Причины, по которым человеку может понадобиться компактный автомобиль, могут быть самыми разными. И да, такие маленькие машинки имеют ряд определенных преимуществ. Они потребляют мало топлива, их удобно парковать в условиях мегаполиса. А если вы мизантроп, вы спокойно можете отказать в перевозке родственникам. Сославшись на то, что все место в автомобиле занял комод или мешки с картошкой. В Сибири и на Дальнем Востоке большая часть компактных автомобилей привозится из Японии, где их производство поставлено на широкую ногу. Однако не все потеряно, и если вам нужен такой автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления, на помощь придут корейские соседи. В нашем сегодняшнем обзоре мы сравниваем довольно экзотический у нас Kia Picanto и Toyota Vits. В нашем сегодняшнем сравнительном обзоре участвует Toyota Vits 2017 года выпуска. Версия с 1-литровым мотором, 69 лошадиных сил, вариатор, передний привод, пробег по Японии 96 тысяч километров. И Kia Picanto 2014 года, машина с двигателем 1.2 на классическом автомате, 85 лошадиных сил, пробег 90 тысяч. Toyota Vits в 130-м кузове появилась в 2010 году. Автомобиль выпускался очень долго, до 2020 года. Рестайлинг был в 2014 и в 2017 годах. Двигатели у этого автомобиля были только бензиновые, объемом 1 литр на 69 лошадиных сил, наш случай 1.3 на 109 лошадиных сил, и также была гибридная версия. Это то, что касается гражданских машин. Были еще и версии RS, спортивные, но их пока оставим за скобками обзора. Коробки передач вариаторные в большинстве случаев, либо механические для спортивных версий. Выбор здесь был и по типу привода. Японский потребитель мог купить такой автомобиль и в версии 4WD. Kia Picanto второй генерации появился на год позже, чем Vits 2011 год начала выпуска. Машина продержалась на конвейере всего ничего. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2017 году. При этом за два года до окончания выпуска машину обновили, проведя через рестайлинг. На нашем рынке эти автомобили продавались официально с двумя вариантами моторов. Литровый агрегат на 69 лошадиных сил, только с механической КПП, либо вариант с 1,2 литра. 85 лошадиных сил и классический четырехступенчатый автомат. Привод только передний. Как же эти два автомобиля соотносятся в плане габаритных размеров? 130-й кузов Vitsa имеет следующие габаритные размеры. 3,94 метра длины, 1,69 метра ширины и 1,5 метра высоты. Колесная база хэтчбека 2,51 метра. Kia Picanto оказывается короче и уже. Длина кузова 3,59 метра, ширина 1,59 метра, а вот высота меньше всего на 1 сантиметр. Колесная база же меньше значительно 2,38 метра. Что касается веса, то снаряженная масса Toyota Vits 970 килограмм. Picanto легче. Всего 885 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Toyota Vits для внутреннего японского рынка имеет в данном случае разброс показаний толщиномера для родной краски от 90 до 116-120 микрон. У Kia Picanto картина похожая. Нижняя граница чуть ниже, порядка 75 микрон. А верхняя также чуть ниже, 106-110. Что касается силовых агрегатов, наиболее распространенный мотор под капотом Toyota Vits это 1-литровый 1KR FE. Это три цилиндра в ряд, здесь два верхних распредвала, обычно распределенный впрыск топлива, гидрокомпенсаторов нет, привод ГРМ цепной. В целом мотор неплохой, если не считать вибронагруженность, обусловленную непривычно малым количеством цилиндров. Кроме того, 1KR FE никогда не относился к категории тихих моторов. Даже в исправном состоянии работает он достаточно громко. Из каких-то характерных недостатков по такому двигателю можно отметить небольшой ресурс цепи ГРМ, которая может потребовать замены где-то на пробеге 100-120 тысяч километров. И, возможно, вместе с заменой цепи придется поменять и муфту фазовращателя. Но при нормальном обслуживании этот трехцилиндровый литровый мотор способен будет проехать где-то под 250-300 тысяч километров. Автомобили с такими пробегами в достаточном количестве встречаются и на аукционах внутри Японии. Интервал замены масла 7 тысяч километров пробега. Благо, заливается его сюда очень и очень немного. 69 лошадиных сил мощности не превращают ВИЗ в спортивную машину, но в сочетании с вариаторной коробкой передач этот двигатель обеспечивает достаточную для городского потока динамику и отличные показатели топливной экономичности. Под капотом конкурента из Кореи находится двигатель с маркировкой G4LA. Это уже 4 цилиндра, да и объем здесь побольше – 1,2. Мощность, которую этот мотор выдает, равняется 85 лошадиным силам. У него также цепной привод ГРМ, но ресурс цепи чуть побольше – около 150 тысяч километров. Есть фазовращатели и есть гидрокомпенсаторы, в отличие от конкурента из Тойоты. Поэтому здесь заниматься регулировкой зазоров клапанов вам не придется ни на каком пробеге. Вопросов по надежности к такому мотору тоже немного. Проблем с задирами на этой серии практически не попадается. Но может встречаться расход масла на угар, как правило, связанный с подзалегшими кольцами. Чаще всего – либо вследствие очень длительных интервалов замены масла, либо вследствие перегрева. Ресурс этого мотора также около 300 тысяч километров. Что касается коробки передач, с мотором 1,2 будет только классический автомат А4 CF0. Это коробка Hyundai и коробка довольно старая 2007 года. В отличие от конкурента из Тойоты, у этой старой коробки еще присутствует щуп, позволяющий контролировать уровень и состояние рабочей жидкости. Менять которую в этой трансмиссии надо раз в 50 тысяч километров пробега. Коробка очень скептически относится к длительным интервалам замены. Механическая часть этой АКПП весьма надежна, а вот глюки под датчиком здесь случаются. Впрочем, это не мешает коробке спокойно отработать свои 250 тысяч километров. Сейчас тогда переставим и дальше по тексту. Ну а как с полезностью в хозяйстве? Давайте посмотрим, как разнятся между собой багажники этих двух автомобилей. Ширина проема багажника у Тойоты ВИЦ 102 сантиметра по средней части, у Киа Пиканта 97. Высота от фальшпола до крыши у ВИЦа 88 сантиметров, у Пиканта 86. Ширина по полу практически одинаковая, 100 сантиметров Тойота ВИЦ и 99 Киа Пиканта. Длина багажника по полу 68 сантиметров у ВИЦа и 53 у Киа. Сложить спинку заднего сидения у Тойоты ВИЦ можно только целиком. В этом случае до переднего сидения у вас получится метр сорок полезного пространства. А расстояние от крышки багажника до передней панели 240 сантиметров. У Киа Пиканта показатели скромнее, но сидение здесь можно сложить и по частям. До передних кресел метр двадцать, а до передней панели два метра 14 сантиметров. Ну а теперь переходим к сравнению интерьеров. У Тойоты ВИЦ весь салон выполнен из жесткого пластика. Дань бюджетности и современным подходам к снижению себестоимости. Рулевое колесо также пластиковое, но при этом на удивление не скользкая, довольно удобная форма. Есть регулировка руля по наклону, по вылету в данном случае руль не регулируется. Передние сидения здесь имеют более или менее выраженную боковую поддержку на спинке. Подушка более плоская. При этом отдельно подголовника вы здесь не обнаружите. Сидение выполнено по той же схеме, что и в ВАЗ-2107. Подголовник есть, он высокий и нерегулируемый. Несмотря на компактные габариты, в этом автомобиле нет ощущения сдавленности. Ни в плане высоты, ни в плане ширины. В частности, ни при каких управляющих действиях я не контачил локтем ни с дверной картой, ни со средней стойкой. Что касается диапазона регулировки сидения, при росте 1,86 м удалось устроиться за рулем автомобиля довольно удобно. Если отодвинуть сидение максимально назад, то я в целом могу здесь выпрямить левую ногу в колени и при этом трогать носком ноги моторный щит. Если бы не ограниченный диапазон регулировки рулевой колонки, то было бы совсем замечательно. Большая часть таких автомобилей будет иметь достаточно простую комплектацию. В нашем случае вместо климата у нас обычный кондиционер, правда на удобных поворотных рукоятках, на которые не нужно смотреть при управлении печкой. Комбинация приборов тоже упрощенная. В данном случае нет даже тахометра, большой указатель уровня топлива, спидометр, к читаемости вопросов нет. А вместо указателя температуры сигнальные лампы подрулевые переключатели привычные, стандартные, находятся на своих местах. На рулевом колесе у нас есть управление мультимедийной системой слева, телефоном справа. Все четыре стеклоподъемника электрические, авторежимы водительского стекла. Стандартный пульт управления зеркалами справа, корректор фар, монетница, встречающаяся в том числе и на коровах и филдерах для японского рынка. И клавиши дополнительных опций активной безопасности. Это автоматическое переключение света фар ближний-дальний, это контроль выезда из занимаемой полосы и контроль столкновения. Здесь же внизу отдельная клавиша включения-выключения противотуманных фар и 12-вольтовая розетка. Данному автомобилю досталась мультимедийная система с дисплеем и камера заднего вида, упрощающая парковку. Селектор коробки передач здесь выглядит как ручка на очень тоненьком стебельке, прорезь типа змейка, никаких кнопок блокировки нет. Пользоваться удобно, шанс промахнуться мимо нужного положения здесь практически нулевой. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, рядом со стояночным тормозом, он здесь самый обычный механический, есть длинный плоский кармашек, два подстаканника спереди, странной формы карман перед ним, куда будет довольно проблематично пристроить смартфон. Есть маленькая полочка и двойной бардачок, нижняя часть которого позволяет вам закинуть сюда документы формата А4, правда свернутые вдвое, а верхняя имеет вставную полочку и также не поражает своим объемом. Внизу дверных карт присутствуют узенькие короткие кармашки, передняя часть которого предусматривает размещение бутылочки с напитком объемом 0,5 литра. В плане обзорности это невидимый капот, это высокая приборная панель, низкая линия бокового остекления, дополнительные форточки в дверях, позволяющие вам увереннее чувствовать себя при поворотах направо-налево в плане наличия там пешеходов. Боковые зеркала имеют зауженную к краю форму, но в целом они удобны, так как вытянуты по горизонтали и проблем с перестроениями в потоке здесь быть не должно. Что касается заднего сидения, подушка его находится значительно выше, чем сидения передние, наклон спинки в целом приемлемый, хотя он довольно вертикальный. Запас пространства над головой при росте 1,86 м у меня еще остается, а колени еле-еле касаются переднего сидения. Кстати, спинка здесь мягкая, поэтому контакт коленей с ней не вызывает дискомфорта. Само сидение также относительно мягкое по современным меркам, практически полностью плоское, тоннеля на полу нет. Из удобств для задних пассажиров, крепление изофикс в случае необходимости перевозки детского кресла, свой отдельный подстаканник и небольшой кармашек внизу на центральном боксе. На дверных картах у этого автомобиля сзади нет никаких дополнительных карманов или чего-то подобного, как нет здесь и центрального подлокотника. Сказывается бюджетность, но в целом сидеть здесь удобно, ничего и нигде не давит. Что касается Kia Picanto, то как и у Toyota Vitz, интерьерный пластик по своей мягкости соперничает с бетоном. Но это объяснимо, машина бюджетная. В отличие от Vitz, в данном случае руль имеет кожаную отделку, плюс подогрев. Греются здесь также и передние сидения, чего на Toyota Vitz очень редко когда встретишь, если встретишь вообще. Сидения в данном случае отделаны такой же грубой тканью, как и Vitz, но при этом они жестче сами по себе и гораздо более плоские с точки зрения рельефа. Особенно это чувствуется по спинке кресла. Что касается простора в салоне, здесь достаточно места над головой, но при этом вы ограничены в плане пространства сбоку. Локоть довольно часто контактирует с жесткой дверной картой. Сидение имеет достаточный диапазон регулировок, как и в Toyota Vitz, тут при отодвинутом назад положении мне удается спокойно выпрямить левую ногу. А рулевая колонка тоже имеет регулировку сугубо по наклону, но ввиду того, что скомпонован руль и сидение относительно друг друга здесь по-другому, руль мне не мешается и не контактирует с коленями. Подрулевые переключатели здесь, так же как и на Vitz, располагаются в нормальной доступности, пользоваться удобно. В отличие от Toyota Vitz, в данном случае у нас есть тахометр, но все так же нет указателя температуры, как нет и претензий к читаемости приборной панели. В плане кнопок здесь тоже далеко не кабина самолета. На дверной карте стандартный блок управления стеклоподъемниками и зеркалами слева от руля корректор фар, система стабилизации, тот самый подогрев руля. Так же как и на Vitz, здесь на рулевом колесе управление магнитолой и подключенным по Bluetooth телефоном. Но в нашей комплектации уже не обычный кондиционер, а автоматический климат. Регулировка оборотов вентилятора и температуры, удобные поворотные ручки, кнопки крупные, промазать по ним тяжело, да и не так их много. Гораздо более удобным в данном случае является и карман перед селектором коробки передач. Он крупнее и сюда уже можно положить несколько крупных смартфонов. Плюс в этом кармашке присутствуют выдвижные подстаканники, если в данный момент они вам актуальнее, чем просто ниша для хранения. Справа от стояночного тормоза здесь тоже есть довольно длинный узкий карман под пишущие принадлежности, а вот бардачок здесь всего один. Зато документы формата А4 можно затолкать сюда, не складывая их пополам. По объему он больше. Да и на потолке предусмотрен отчетчик. В плане обзорности картина плюс-минус похожая. Здесь тоже высокая приборная панель и такой же невидимый капот, но боковые зеркала имеют зону с преломлением, так что перестраиваться на Пиканта в потоке будет попроще. Линия остекления довольно низкая, а в плане обзорности назад, в отличие от ВИЦА, никаких помощников типа видеокамер не предусмотрено. Хотя автомобиль короче и парковаться на нем и без того не сложно. Заднее сидение у Кио Пикант такое же плоское, как и у Тойоты ВИЦ, но как и переднее сидение, оно заметно жестче. Здесь также нет никакого центрального подлокотника, но при этом гораздо меньше места в ширину, и это в основном ощущается головой, поскольку стойка кузова здесь гораздо ближе. Так и по длине, и это предсказуемо, ведь колесная база гораздо меньше. Колени упираются в сидение, и при этом под мягкой отделкой вы уже утыкаетесь в жесткую часть каркаса. У задних пассажиров есть свой подстаканник в центральном тоннеле внизу, и полное отсутствие каких бы то ни было дополнительных удобств. Как и на ВИЦе, здесь нет карманов в дверных картах, нет плафонов освещения, только ручки и небольшой крючок подвесить предмет одежды. В целом, в силу больших внешних габаритов, конечно, сидеть в Тойоте ВИЦ сзади удобнее. Заявленный дорожный просвет у Тойоте ВИЦ 140 мм. При этом низшая точка располагается под передним бампером, и она представляет собой выступ на пластиковой защите. 14 см ровно. Сам край бампера находится в 18 см от асфальта. До порога за передним колесом 14 см. Задняя часть повыше 18 см, но мешает резиновый брызговик, до которого от асфальта всего 13 см. Задний бампер находится на отметке 25 см от поверхности земли. У Кио Пиканта клизенс по каталогу 152 мм. Низшая точка под защитой моторного отсека в 18 см от асфальта. Резиновый брызговик переднего бампера в 19 см. До порога за передним колесом 20 см. В задней части 21 см. Брызговик заднего бампера находится на отметке 28 см от земли. При этом свес очень короткий, и геометрическую проходимость ничто не ограничивает. Подвеска у Тойоты ВИЦ выполнена по классической схеме для бюджетных машин. Передняя подвеска типа Макферсон. Шаровые опоры в рычагах здесь запрессованы и меняются. Вместе с ними, по задумке производителя, стабилизатор поперечной устойчивости располагается на подрамнике. Доступ к его креплениям, мягко говоря, затруднен. Поэтому для замены втулок в любом случае частично демонтировать подрамник. Рулевая рейка в данном случае у нас электрическая. Что касается антикоррозийной обработки у этого автомобиля, как у большинства машин для внутреннего японского рынка, в основном мы видим только шовный герметик. Но в данном случае в виде исключения есть и следы антикоррозийного состава, нанесенные на днище рядом с лонжеронами. При этом центральная часть автомобиля практически напрочь лишена защиты. Топливный бак в данном случае выполнен из пластика. Его объем 42 литра. Задняя подвеска на самой обычной балке. Два сайлентблока, втулки на амортизаторах. Сами амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. Задние тормоза у витца в данной комплектации барабанные. Что касается антикоррозийной обработки в задней части, здесь ее практически не видно. И даже тазик в данном случае представляет собой просто окрашенный металл. Подвеска у Киа Пиканта отличается от мягкого витца по своему характеру. Здесь она более зажатая по-европейски, зажатая в угоду управляемости. А вот по конструктиву это практически то же самое. Макферсон спереди, запрессованные в рычаги шаровые опоры и отсутствующий доступ к креплениям стабилизатора на подрамнике. Электрическая рулевая рейка. Но вот в плане антикоррозийной обработки здесь производитель был явно щедрее. И антикорр нанесен уже не столь локально, как на Тойоте Витц. Топливный бак у Киа Пиканта меньше всего 35 литров. При этом он также пластиковый. А задняя подвеска практически полностью копирует витц. Разве что добавили усилитель внутрь поперечной части балки. Амортизаторы и пружины отдельно друг от друга. А вот задние тормоза, в отличие от японца, у этого автомобиля дисковые. Да и в задней части кузов дополнительно обработан антикоррозийным составом еще на заводе. Вот такой сравнительный обзор компактных автомобилей с левым и правым рулем у нас сегодня получился. Надеемся, после просмотра нашего обзора у вас сложилось общее впечатление о том, как соотносится между собой два этих автомобиля. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока!